У меня в руках два светофильтра. Видно, что они несколько затемняют изображение, и кажется, что в них больше нет ничего особенного. А теперь поставим один светофильтр перед другим и начнем его поворачивать. И вот оказывается, что при некотором положении свет перекрывается двумя светофильтрами практически полностью. Свет проходит через каждый светофильтр, но не проходит через два светофильтра, когда они стоят в определенном положении один за другим. Приделаем к светофильтрам палочки, чтобы отметить их оси. Когда оси параллельны, взаимное затемнение отсутствует. А когда оси перпендикулярны, видимый свет через такую оптическую систему практически не проходит. Сделаем еще один вариант этого опыта. Эта прозрачная пленка снята с экрана сотового телефона. Посмотрим через нее на экран компьютера, покрытый такой же пленкой. И опять, при некотором взаимном положении двух пленок происходит заметное перекрытие света, хотя и не такое сильное, как со светофильтрами. Объяснение этого опыта мы начнем с того, что свет — это поперечно поляризованная электромагнитная волна. Векторы электрического поля Е и магнитного поля В перпендикулярны к направлению распространения волны. Мы будем связывать направление поляризации волны с направлением вектора электрического поля. В наших опытах мы имеем дело со специальными полироидными пленками. Они изготовлены так, что пропускают свет, поляризованный вдоль оси пленки, и не пропускают свет, поляризованный поперек ее оси. Это явление можно проиллюстрировать на простой механической модели. Через щель между двумя параллельными стержнями пропущена пружина. Будем раскачивать один конец пружины параллельно стержням. Такие волны через щель, конечно же, проходят. А если раскачать пружину поперек щели, то волны проходить через нее уже не будут. Первая пленка в нашем опыте называется поляризатором. Поляризатор пропускает свет, электрическое поле которого ориентировано вдоль выделенного направления. Поставим на пути этого света вторую пленку, повернув ее на угол альфа по отношению к первой. Эта пленка называется анализатором. Она раскладывает электрическое поле световой волны на две составляющие. Продольную с амплитудой Е на косинус альфа и перпендикулярную с амплитудой Е на синус альфа. Продольная составляющая проходит через анализатор, а перпендикулярная не проходит. Интенсивность света пропорциональна квадрату электрического поля, поэтому она зависит от угла альфа по закону и равно и нулевое умножить на косинус квадрат альфа. Это соотношение называется законом Малюса. Посмотрим, как этот закон выполняется на опыте. На оптическую скамью установлен источник света. Предвинем к нему поляризатор. Следующим идет анализатор, соединенный с датчиком вращения. И последним в этой цепочке стоит датчик освещенности. Мы будем поворачивать анализатор и смотреть, как показания датчика освещенности зависят от угла поворота. Конечно, сам опыт надо делать в темноте, чтобы устранить постороннюю засветку. Вот как показания датчика освещенности зависят от угла поворота. Максимумы получаются, когда оси обоих поляризаторов параллельны. Минимумы, когда они скрещены. В минимумах освещенность не падает до нуля, потому что поляризаторы не являются идеальными. Заменим угол на квадрат его косинуса. Эта зависимость с хорошей точностью является линейной. Так что закон Малюса выполняется даже с поправкой на неидеальность полироидов. И, наконец, сделаем еще один изумительно красивый опыт. В качестве источника поляризованного света опять воспользуемся экраном компьютера. Поставим перед ним чертежный треугольник из прозрачного пластика. А теперь посмотрим на этот треугольник через второй поляризатор. Результат поражает воображение. Прозрачная линейка окрасилась радужными цветами. Коробочка от компакт-диска при таком способе наблюдения тоже выглядит очень красочно. Это удивительное явление называется фотоупругостью. Цветные полосы, появляющиеся при наблюдении через поляризационные фильтры, позволяют увидеть внутренние напряжения материала, возникшие при застывании пластика из расплавленного состояния.